Всем привет! Фильм называется Потрясающие насекомые Многие насекомые милы, привлекательны и безвредны Мы их обычно игнорируем если только они не раздражают нас жужжанием и не подползают близко. Но некоторые насекомые кошмарны на вид и очень опасны Жуткая на вид гуси гусеница обитает в Южной Америке На ее совести несколько смертей каждый год У нее есть крошечные щетинки которые выбрасывают мощный токсин становящийся ядовитым при проглатывании Насекомые называют гусеница ассасин или гусеница убийца но она всего лишь личинка павлиноглазки На фотографии вы видите бабочку павлиноглазка очень симпатичная бабочка и вот как раз ее личинка обладает всеми вышеупомянутыми свойствами неприятными и даже опасными для человека Яд этого насекомого может стать причиной симптомов гангрены по всему телу кровоизлияния в мозгу и даже смерти Сильные антикоагулянты помешают остановиться кровотечению и в конце концов станут причиной смерти Муравьи 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 У поли Муравьи Муравьи mg К ago акком aho АмазонскаяG скалопендры агрессивно нервное насекомое которые захватывают врага всеми ногами во время борьбы Яд fed смертелем всема для многих вызывает озноб, лихорадку и общую слабость. Муха-ЦЦ Подобно комарам, муха-ЦЦ высасывает кровь, но делает это намного более неприятным способом. У мухи есть крошечные зубцы во рту, которые вонзаются в кожу жертвы. Эти насекомые также переносят болезни, в том числе африканский трепаносомоз или сонную болезнь. Если человека не лечить, инфекция обычно бывает смертельной. Существует два или три десятка видеомух-ЦЦ, и они в основном обитают в Африке. Кровососущая муха обычно достигает от 6 до 16 мм в длину, имеет желтоватый или коричневатый оттенок. Человеческий кожный овод Овод – насекомое из семейства оводов, личинки которого паразитируют в теле крупных млекопитающих. Всего насчитывается свыше 150 видов оводов. Однако только один из них, человеческий кожный овод, страшен для людей. К счастью, живет он далеко от нас, в Центральной Америке. Опасен он тем, что кусает почти незаметно, быстро откладывает под кожу личинки, которые тут же начинают развиваться, что приводит к различным воспалениям. Неприятная в общем ситуация. Хуже всего, когда они проникают в глаза или голову человека. Тогда для их удаления требуется сложная операция. Африканизированная пчела Африканизированная пчела похожа на обычную медоносную пчелу. Так сильно, что разницу можно вычислить только в лаборатории. Яд африканизированной пчелы не сильнее, чем обычной, но она атакует большими стаями и поэтому представляет угрозу для людей. Бродячий муравей Колонии бродячих муравьев, которые содержат до 22 миллионов особей, имеют тенденцию передвигаться на новое место каждый день. Эти создания уничтожают любое насекомое, которое встречается на своем пути. Вот почему могут продолжаться двигаться, не голодая. В основном они водятся в Африке и предпочитают жить в лесах. Бродячие муравьи атакуют все на своем пути, включая змей, птиц, млекопитающих и даже людей. Они используют свои мощные режущие челюсти, чтобы нападать и взбираются на деревья и кустарники, чтобы хорошо видеть свою добычу. Бродячий муравей огромен, выглядит устрашающе и иногда достигает 2,5 сантиметра в длину. Эти насекомые разрывают своих жертв на части челюстями. Одинокий муравей не опасен, но они путешествуют огромными стаями и толпой набрасываются на добычу. Азиатский огромный шершень Крупнейший вид шершни в мире проживает по всей Восточной Азии. Чаще всего встречается на островах Японии. Они известны своей экстремальной агрессивностью и бесстрашием. Азиатские гигантские шершни комят личинками медоносной пчелы свой молодняк, из-за этого разрушают целые ульи. Шершни используют силу и ловкость своих мандибул, чтобы убивать пчел. А один шершень может разорвать 40 медоносных пчел на части менее чем за минуту. У азиатского гигантского шершня 6-мм жало, которое впрыскивает яд, способный растворить человеческую ткань. В 2013 году азиатские гигантские шершни убили более 40 человек, и более 1600 человек пострадали после групповых атак. Пушистая гусеница Эта насекомая имеет уникальную внешность и похожа на шиньон. Гусеница милая, смешная и приятная на ощупь, но потрогать ее – плохая идея. Эта самая ядовитая гусеница в США способна причинить мучительную боль. Жало пушистой гусеницы может стать причиной пульсирующей боли, жжения, высыхания, опухания, тошноты, боли в животе, головных болей и шока. Форма и гусеницы похожи на слезу и бывают обычно желтого, серого или красновато-корешнего цвета. Обитает во Флориде, но ее замечали в Нью-Жерсти и Техасе. Американский муравей-жнец Самая ядовитая насекомая в мире. Они содержат самый токсичный яд, который состоит из аминокислот, пептидов и белков. Муравей атакует добычу своими клещами и впрыскивает яд так обильно, как это возможно. Яд муравья-жнеца в 12 раз мощнее яда медоносной пчелы. Нужно всего 12 уколов, чтобы убить крысу и 350, чтобы убить человека. Когда американский муравей-жнец жалит свою жертву, он выбрасывает феромоны, которые подают другим муравьям в колонии сигнал присоединиться к атаке. Боль от укола также считается одной из самых сильных по шкале силы укусов Шмидта, достигая третьего уровня из четырех. Боль длится от четырех до восьми часов. Всего доброго вам, дорогие мои, и до свидания.